Ребята, всем привет! Перед нами МАЗДА КСЕДАС-9. Вот приехала на ремонт, попросился знакомый поменять диск сцепления, потому что очень сильно буксовала, она практически уже и на первой не едет. Чуть бугорок, все, машина становится. Так, потом плюс у него не включалась передача на заведенную, но не включалась, понятно по какой причине. Видите, до чего доездились люди, гляньте, капец, это жопа полная. Так что, если только у вас начинают подбуксовывать или какой-то скрежет появляется, сразу меняйте, чтоб не запускать это в дальний угол, чтоб потом не было последствий. В принципе, тут особо сильно не натворило чего, но маховичок немножко подрало. Так, ладно, видно, да? Это и корзина. Человек с разборки вот заказал. Сейчас проверим. Тут у нас пришло диск. Диск похоже, очень похоже. По шлицам сейчас посчитаем, проверим. Что его считать? Берешь сюда и покидываешь. И тут попандос. По шлицам он не тот. И машина зависает. Ну да ладно, в принципе, вопрос в чем? Вопрос в том, кто вдруг надумает менять сцепление на данном авто. Не рассчитывайте, что это получится очень быстро и очень безболезненно. Вот маховик видим. Аж синий. Как он грелся. Вот. Почему? Потому как коробка здесь не выходит. Вот у нас подрамник или палка, кто как ее называет. Но упирается в этот подрамник. Нам необходимо открутить его. Открутить и снять. Вот видите, насколько аж отвели. Сантиметров на 15. 13-15. Также что-то очень неудобно с этим глушителем. Тут кронштейн. В данном случае у меня пару болтов. Не знаю, то ли с завода. Тут ничего не менялось. То ли когда меняли, не мазали болты. Мажьте болты. Не грольчиком мажьте. Да маслом обычным мажьте. Не столь важно. Главное мазать. Потому что у меня в двух болтах вытянуло резьбу с алюминием полностью. Ладно, тут удобно. Еле-еле выкрутил. А здесь получается у меня через кардан вот этот вот кронштейн. Сейчас покажу. О, вот этот кронштейн. Вот здесь вот он стоит. Каким-то макаром. А, вот так вот. О. И вот средний болт у меня аж вытянуло резьбу. И на месте его никак не выкрутить. И вытаскивать этим кронштейном тоже очень неудобно. Пришлось вот подушку полностью от всего откручивать. Задняя. Так что вот. А тут процедура. Сами видите, какая. Мало того, что косточки. Выкручиваем вот эту вот тягу от нижнего рычага. Ну, естественно, здесь левой полуось снимаем. Что еще тут делаем? Короче, манипуляций дофига и больше. С той стороны тоже он все распрыгивает. Для того, чтобы эту балку опустить. Как ее поднимать буду. Рулевую отсоединяем от нее. В общем, мозга и... Короче, головняков много. Ну, да все, в принципе. Видим, у нас там проблем с диском. Диск не тот. Поэтому будем сейчас звонить и разбираться. Так что, ребят, когда заказываете бэушную запчасть не по ВИН-коду, уделяйте внимание на то, что у вас кседос 9, а не 6. То есть на 6 в принципе все аналогично проводится. Но только лишь в отличие на самом диске. Здесь на 2 мм внутренний диаметр меньше. И здесь у нас 23 зуба, а там 22 зуба. То есть обращайте внимание. Можно было бы, скажем так, наклепать сюда накладки. Если б не потянуло. Видимо, он потянутый у нас в одну сторону. Перегретый, потянутый. Корзина аналогичная. Кседос 6, кседос 9. Все одинаково. Выжимной также новый поставили. Вот такой. Люковский. Также рекомендую, если вы уже лезете, столь несложную операцию выполняете, обязательно меняйте задний сальник коленвала. Вот его номера. Кому интересно, смотрите. Ну, в общем-то, такая рекомендация. Все, аппарат у нас работает. Все трогается. Все прекрасно. Все-таки, да, хоть они и дороже в обслуживании, но звук мотора мне нравится. Солидно звучит. Все хорошо, мягенько включаются все передачки. Все, отлично. Работа выполнена. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok